Товарищ Чехов, он писал о том, что смысл, он обращал внимание на то, что смысл в жизни, он в том, чтобы пережить какие-то потоки благораживающих чувств, чтобы возвыситься в этих чувствах, что человек создан для счастья, как птица для полета, это правда не Чехов, по-моему, но струя та же. И, с одной стороны, да, что такое человек без любви, действительно, по большому счету, в конце концов, то, что называется гормональный всплеск, то, что называется потребность в размножении, физиологическая потребность у человека, проявляющаяся в любви, она, конечно, без этого человек просто вообще не человек. Это человеческий фактор в таком вот рафинированном виде, без этого никак. Чувства не столько прекрасны, сколько они неизбежны, никуда ты от них не убежишь. Вот. И поэтому единственное, что можно с этим сделать, это облагородить эти чувства в максимально возможной мере. Но вот та форма, которую мы сейчас пользуемся, облагораживание этих чувств и облагораживание своей жизни, ну, потому что смешно, там ты ходил целый день, всю жизнь проходил на работу, заработал себе, как это, известный американский персонаж, заработал себе этот нервный тик на веки, вот, эти работы дала тебе очень много, и все. Что в этом жизнь заключилась? Нет, конечно, грустно, скучно. Вот надо что-то такое пережить, вот не бывало. Для многих это любовь, для большинства это любовь, для подавляющего большинства. А как вот эти чувства облагородить? И в чем, собственно говоря, благородство этих чувств? Вот много говорится о нравственных обязательствах, много говорится о долге, много говорится вообще о красоте чувств, но мы смотрим на статистику разводов, на уровень разводов, и понимаем, что это, все это бла-бла-бла, оно не работает у нас. По каким-то там причинам, там можно много огород городить большой, по каким причинам, но вот по факту не работает никак. Вот, и я вот, мы вот усматриваем основную беду именно в том, что человечество со времен Чехова, по сути, со времен Петрарки, оно не шагнуло дальше. Вот, на дворе, как бы, 21 век, там, 2014 год, а человечество, оно вот в эмоциональном плане, в отношении к эмоциям, оно где-то вот там, в эпохе раннего средневековья, там, или там, в 19 веке пребывает. Вот, надо пережить вот эти чувства, а потом там хоть трава не расти. Вот, там, гранатовый браслет, можно припомнить, что вот, вот это вот, в этом вот смысл жизни. То есть люди, вот там, в гранатовом браслете, там, героиня рассказа, она, там, растоптала, по сути, любовь, ну, то есть прошла мимо любви, и вот Чехов, ой, не Чехов, Куприн подводит к тому, что это вот, она вообще мимо смысла жизни своего прошла. Вот тот человек, который любил ее, вот, и там застрелился потом, вот он вот пережил смысл жизни, пережил подлинное бытие, а она вот не пролетела мимо. Про, как это сказать, ну, ладно, пролетела, в общем. И мы вот живем теми же, теми же, как сказать, условностями. А шагнуть дальше на то, что следующим шагом облагораживания этих чувств должно стать понимание того, что насколько глубоко, глубоки действительно эти чувства. Если возможность как-то, если уж задаться целью довести это до логического предела, может быть, даже до логического абсурда, то нужно сделать вот эту вот любовь, чтобы она была вот, вау, чтобы вот самая сильная любовь. Ну, пусть она будет самая сильная. Но как она может быть самая сильная? И вот что такое вот самая вот, такая вот, самая, самая правильная любовь, самая качественная? Как вот ее потребить? Потому что вряд ли можно назвать качественным потреблением любви, если даже встать на позицию потребления, любовь, которая заканчивается банальным абортом, разводом, унылым семейным существованием на протяжении 5 лет, регулярными скандалами, и в конце концов все тем же опять разводом банальным, и снова наставить знакомство, снова 10-й год состояния активного поиска, сколько же можно. Как-то все это некачественно. А качественная любовь, вот к ней можно прийти на самом деле. Как к ней прийти? Надо вот знать признаки человека, с которым ты совместим. Если ты не знаешь этих признаков человека, с которым ты совместим, ты качественную любовь не потребишь. Так что вот, господа потребители, карты вам в руки, решайте, как вам найти такого человека. А мы предлагаем свою поддержку на этом пути термистам. Мы можем вам сказать, кто вам подходит. В принципе, по крайней мере, вы в этом потоке сможете отличить людей, которые вам точно не подходят. Уже значительный шаг вперед, уже значительный плюс. Все, спасибо. 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 Спасибо.